МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страх, паника, тревога во время стихийного бедствия нами одолевает сотни чувств и эмоций. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спускаемся спиной вниз, упираясь одной рукой к стенке, несущей тыльной стороны ладони, а второй держась за перилом. Кто предупредит об опасности? Изменяя в поведении домашних животных. Они начинали паниковать, ревели быки, коровы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что делать, когда началось землетрясение? Бежать или прятаться? Этими вопросами задалась 14-летняя Сабина, после того, как однажды во время землетрясения оказалась дома одна. Ну, раньше тоже были землетрясения, но как бы они были не сильно ощутимы, и были родители, и было не сильно страшно. А вот совсем недавно и стены тряслись, и мебель, и потолок тоже трясся. Там я слышала соседи у нас, возле нас как бы стены... Ну, здесь все слышно, когда кричат или что-то разговаривают громко. Все слышно было, и соседи разговаривали, тоже хотели выйти. Я испугалась. В страхе девочка пыталась дозвониться до родителей, чтобы от них получить какие-нибудь инструкции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я дома одна была, мама с папой на работе, и я понимаю, что землетрясение, я испугалась, я не знала, что делать. Я начала звонить, телефон у нас плохо работает. Я растерялась, я не знала, что делать. Я думала остаться у меня в квартире или выйти на улицу. Просто в школе нам ни разу не преподавали, как себя нужно вести, что делать. После этого случая девочка решила, что должна обязательно получить знания о том, как вести себя во время землетрясений. Я бы хотела больше узнать про землетрясения, что нужно делать во время землетрясения, куда прятаться и что с собой нужно брать. Тянется к знаниям и четырехклассник Эдгард. На школьной научной конференции он хочет представить доклад о землетрясении. У нас в школе проходит сейчас научная конференция. Я бы хотела в этом году сделать доклад на тему землетрясения, чтобы об этом все узнали. Я слышала, что Алматы – опасный город. В день происходит 200 землетрясений. И мне хотелось бы узнать, что это правда или нет. Так как Алматы находится в зоне сейсмической активности, мы решили подробно рассказать и показать детям, как проводят наблюдения, а также прогнозирование землетрясений. Первым делом мы отправились на передовую сейсмологии на сейсмическую станцию Медео. Здесь ученые получают самые первые данные о движении земных пород. Это горная выработка Штольня. Длина ее около 100 метров. Именно здесь начинается работа сейсмолога, потому что здесь установлены датчики, которые фиксируют движение земной коры по четырем видам. Эта Штольня была сделана специально для уменьшения влияния температуры и других внешних факторов. Внутри Штольни сохраняется температурный режим – плюс 9 градусов. Здесь на специальных постаментах установлены датчики. Это вот датчики конца 60-х, начала 70-х годов. Но принцип остался тот же самый. То есть это вот магнит, а в него входит вот катушка. И принцип, значит, какой? За счет подвеса пружины, тут нить натянута, катушка стремится остаться неподвижной. То есть за счет вот груза, за счет подвеса. Вот это все основания, и в том числе магнит, вместе с постаментом, когда происходит землетрясение, начинает двигаться. И, естественно, катушка в магнитном поле создается, что электродвижущая сила, то есть напряжение какое-то. Это напряжение по проводам, по кабелю передавалось. А это сейчас не работает? Это сейчас, да, нет. Это, ну, будем говорить, прошлый век. Музейная экспоната? Ну, почти, да. Кстати, у нас в институте очень большой музей, и там собрана аппаратура, которая вот с 60-х, 70-х годов. А точность вот этой аппаратуры? Она регистрирует факт. Факт. То есть мы все это говорили? Ну, чувствительность ее на, ну, будем так говорить, на два, на три порядка выше, чем наша чувствительность. А то есть она даже мелкие, с напряжения уладывает? Слабые, мелкие, с крыши упал лед. Где-то там лавина сошла, где-то что-то это. Мы все регистрируем, все записываем. То есть нельзя было взрывы? Любые взрывы, любые эти. А сильные катастрофические землетрясения у нас вот здесь, на МОДЕО, стоит уникальный датчик. У него внутренняя частота колебаний. Если у этого была внутренняя частота колебаний 2 секунды, то у того 360 секунд. То есть полное колебание, полная амплитуда, у него происходит за 360 секунд. Это что значит? Это значит, что он пишет землетрясение практически всего земного шара. Ну, конечно, сильный, разрушительный. Этот датчик может уловить сильные землетрясения, которые происходят по всему земному шару. Как правило, мы привыкли измерять землетрясение в баллах. Однако ученые измеряют его энергетическим классом и магнитудой, то есть считают освободившуюся во время землетрясения энергию. Энергетический класс – это джоуль, умноженный, вот единица, один джоуль, умноженный на 10, допустим, в пятой степени. То есть единица с пятью нулями. Вот мы говорим, это произошло землетрясение пятого класса. То есть мы берем показатель степени. Десятой степени, двенадцатой степени – это уже серьезные, это уже, можно сказать, тринадцатый, это уже ощутимые землетрясения. Если в перерасчете на бальность, это описательная система, то это где-то 2-3 балла. Двенадцатый, тринадцатый класс, да, если находишься рядом с эпицентром, рядом с произошедшим землетрясения. Вот этот датчик, я говорю, уникальный, он у нас на полигоне, вообще в нашей республике, он один-единственный такой. Мы, конечно, мечтаем, хотим, чтобы их было хотя бы три на территории республики Казахстан, и желательно с разносом 2-3 тысячи километров. Датчик электромагнитных импульсов. То есть, ну, как наши ученые предполагают, что перед землетрясением, во время землетрясения и после землетрясения на местах, где произошло землетрясение, ну, грубо говоря, это что? Это произошла какая-то подвижка. То есть, одна, допустим, какое-то, или вниз соскользнула, или вверх сползла, и вот в местах вот этого трения, там неизбежно есть и кварцы различные эти, и они излучают электрические, магнитные там всякие различные, ну, излучение происходит. И, кроме этого, там выделяется еще газ. Однако проблема в том, что одного такого датчика мало. Для точного прогноза необходимо иметь как можно больше подобных станций и как можно ближе к очагам землетрясения. Сейчас в Казахстане работают всего 63 станции, и у всех разные задачи. Ученые почитали, что для прогнозов необходимо как минимум 200 хорошо оснащенных станций. Это прибор, который меряет наклоны земной вот именно вот этого постамента. И могу сказать, что когда всходит Луна или Солнце, ну, особенно Луна, солнечные приливы, они меньше, а вот лунные приливы очень хорошо прописывались. Да вы что, прям Земля на самом деле... Да, вот наша гора, она в эту сторону как бы растягивается. Это мы и на клономерах пишем, и сейчас вот увидите деформограф, он точно так же прописывает. Могу сказать, что на записи лунные приливы, моменты активности, когда вот наибольшее полнолуние, ну, когда она приближается больше всего к нам, у нас амплитуды записи составляют на записи уже где-то порядка 12 миллиметров. А этот прибор называется деформограф. Он также фиксирует сжатие и растяжение земной коры. На примере в горы, в которой находится. Вот это называется деформограф. Концы этих труб, они намертво залиты вот в этот постамент. Постамент соединен со скальными породами. Вот с той стороны тоже залит постамент, но там трубы... Почему две трубы? Это для того, чтобы был сразу одновременно контроль. То есть, если где-то одна труба, что-то может быть это, то будет сразу видно, если между ними какая-то разница. Если они пишут параллельно, идентично, значит, обе трубы работают нормально. Вот с той стороны труба лежит вот... Вот, допустим, это вот труба, а она лежит на иголке. К иголке приклеено зеркало. Ну, раньше мы тоже использовали оптику, там просто зайчик. А сейчас лазерный луч и с лазерного луча на матрицу. И отклонение, значит, вот она, труба туда-сюда ходит, проворачивает иголку и поворачивает зеркало на какой-то определенный угол. Отклонение вот этого луча как раз мы измеряем. Ученые предполагают, что если в нашем регионе назревает, допустим, какое-то событие, там землетрясение, то меняется сжатие или растяжение. То есть, появляются какие-то аномальные явления. Чтобы фиксировать землетрясение, вы каждый день сюда ходите? Нет, сюда мы стараемся ходить минимально, как можно реже. Здесь установлена аппаратура, которая, она постоянно, круглые сутки, круглый год, 365 дней в году, 24 часа в сутки, пишет, регистрирует и по проводам передает сигнал туда на центральный, ну вот, ну, в офис наш. Ученые, не раз основываясь на опыте прошлых лет, говорили о цикличности землетрясения. И сегодня Алматы находится на пике цикла. Если вспомнить историю, разрушительные землетрясения в нашем регионе происходили в 1811-1912, и сегодня наблюдение просто необходимо, чтобы предотвратить или минимизировать трагедию. Сильные землетрясения в очень верно. Из-за цикличности как раз-таки? Да, вот, судя по этой цикличности, просто были в 1811-м, потом в 1912-м годах были эти землетрясения сильные, разрушительные. Тут образовывались в 1912-м году в городе Верном, образовались в городе трещины до, там, 20-30 сантиметров шириной, и сдвиг одной части относительно другой был до 50 сантиметров. То есть это уже считается сильной, разрушительной землетрясением. А вот в последнее время землетрясение больше стало фиксироваться? Да нет, где-то у нас на уровне где-то в год около 10-12 тысяч землетрясений происходят вот в нашем регионе. Наблюдения за датчиками ведутся круглые сутки. Николай Александрович работает на этой станции уже 39 лет. Опытным глазом он без колебания может отличить, что именно зафиксировал аппарат – землетрясение или наши шаги в штольне. На этом компьютере можно контролировать запись, постоянную запись работы датчика. То есть если происходит какое-то событие, землетрясение, то оно сразу здесь отражается. Оператор его видит, скачивает его на обрабатывающий компьютер, и там производит обработка. Сделаны специальные программы, и после обработки его, если оно превышает какой-то энергетический уровень, и расстояние до эпицентра небольшое, то оно идет у нас как срочное сообщение и передается на центральную станцию. Все записи тщательно хранятся в специальной библиотеке. Здесь можно найти данные о событии, которые произошли, к примеру, 40 лет назад. Получается, в этом не было запись? Ну да, вот. Вот это запись землетрясения. И приблизительно так же оно выглядит и на записи, на мониторе компьютера. Вот его начало вступления. Вот они вначале идут продульные волны. Вот где-то пошли поперечные, потому что амплитуда поперечных, как правило, больше. Ну вот у нас прошла очень интересная экскурсия. Что вы для себя нового узнали? Я узнала, как фиксируется землетрясение, какими приборами все это замедляет. И то, что это не в одном здании, это отдельная шахта специальная. Там есть разные приборы, и то, что за этим следят круглосуточно, 360 дней, готовят 24 часа в сутки. Я узнала сегодня, что есть такая аппаратура, что она очень хорошо чувствует шаг человека, как проехал поезд, автобус. Чтобы получить инструкции, как действовать во время землетрясения, мы отправились в общество красного полумесяца. Первым делом к любому событию надо подготовиться заблаговременно. То есть необходимо подготовить тревожный чемоданчик. Главное, что там должно лежать, это нотариально заверенные копии документов. Давайте я расскажу немножко про наполнение. Что у нас здесь присутствует, да? Так. Первое. Это респираторы. Ну, чтобы защитить свои дыхательные органы, да? Носовую полость, ротовую полость. Если вдруг будет обвал и пыль будет стоять, да? Соответственно, можете без проблем ее одеть, да? Если хотите, можете одеть, попробовать без проблем. Перчатки. Для чего нужны перчатки? Это чтобы, если будут какие-то опять же завалы, чтобы вы не голыми руками их убирали, камни, да? Соответственно, переносили все это в перчатках, чтобы не пораниться. Дождевик. У нас их два, да? Для чего это используется? Ну, понятно, что может быть дождь, да? Как-то скрить себя от осадков, да? За место дождевика можно использовать обычный салфановый пакет или, соответственно, пленку. Также можно импровизировать и, допустим, сделать палатку. Веревка, ну, для разных кучек она может пригодиться, да? Что-то перевязать, перемотать, что-то подобное. Это фосфорные палочки, да? Они... Не умеете им пользоваться. Да, они горят, когда вы их ломаете. Я открою, покажу. Вот, соответственно, мы берем палочку, да, ломаем, да, и она вот так вот светится. Сколько она может светиться? Ну, примерно 3-4 часа она будет светиться, да? Ее можно использовать, допустим, если вы остались где-то под завалом, да, чтобы не зажигать спички. В том случае, если вы, допустим, находились в квартире, да, и не уверены то, что газа нигде, утечки газа нигде нет, можно использовать как раз так. Сегодня в открытом доступе можно приобрести буквально все. К примеру, микропечку, которая будет гореть на спиртовых таблетках и небольшую посуду. Следующий этап. Канистра. Канистра под водой, да, у нее вмещается около 6-8 литров, да, примерно. Ее использовать можно как, соответственно, тару, чтобы перенести воду, да, соответственно, можно подвесить и использовать как душ. Да, тут есть специальный крайник, он откроется, и, в принципе, можно помонтировать и даже, в принципе, сходить в душ в крайнем случае. Соответственно, при наполнении водой, да, она начинает раздуваться. Все выбирается такое, чтобы не проглажать, как меньше объема занимало. Да, совершенно верно, все компактное. Компактное. Да. Следующее – это фонарик. Работает он без батареек, да, по принципу динамо. Покрутили, завелись, да, включили. Соответственно, можете обратить внимание, что есть свет. Также, помимо этого, здесь есть радио. Радио нужно обязательно в любом случае, потому что, соответственно, власти будут повещать население, да, где расположены пункты выдачи гуманитарной помощи, где будет лагеря для беженцев, где можно будет отдохнуть, поспать, умыться, соответственно, встретиться со своими близкими. Ну, и здесь еще есть одна функция – это сирена. В том случае, если вы, опять же, остались под завалом, чтобы не тратить свой личный кислород, да, не кричать, не просить о помощи, вы просто включаете сирену, соответственно, спасателям будет легче вас найти в данной ситуации. И, кстати, очень хорошая вещь – через вот эту штуку можно будет зарядить телефон. То есть вставляете, вставляете в телефон, крутите, и телефон заряжается. Вот такой вот провод с переходником. Вещи для тревожного чемоданчика подбираются многофункционально и компактно, не требующие дополнительных батарей или электричества. Очень интересная штука, мы можем развернуть с вами, посмотреть ее. Это противопожарное одеяло, да? А, фольгированное. Да, фольгированное одеяло, да, допустим, если человека, если вдруг человек горит, если вы накрываете, он прикрывает полностью доступ к кислороду человеку, тогда, соответственно, человек начинает тухнуть, да, одежда может быть хватает. И вот это вот фольгированное одеяло можно использовать как носилки. Оно плотное? Да, давайте попробуем. Возьмите за конец. Да. То есть так и не скажешь, что оно... Да. Садись. Садись. Все? Без проблем, поднимайте. Оно очень плотно, удерживает около 60-80 килограмм. Это вот только, но в открытом доступе есть, на базаре? Да, без проблем, без проблем. Как вам надо, дождя выключатся, то есть многофункциональная вещь? Совершенно верно, да. Также необходимо положить аптечку, в ней должно быть все необходимое для оказания первой помощи, а также лекарства по показаниям, если в семье у кого-нибудь есть какие-либо хронические заболевания. Азиала занимает очень много места, поэтому лучше мы возьмем вещи сюда, вещи мы ложим по сезону, ближе к зиме мы ложим теплые вещи, соответственно, ближе к лету мы ложим что-то попрохладнее, да, футболки, шорты. То есть постоянно надо перебирать? Да, совершенно верно. Желательно каждые три месяца перебирать. Почему три месяца, да? Помимо всего этого, у нас здесь должна присутствовать еда. Еда какая должна быть? Это низкоропортивающиеся продукты. Консервы, может быть, пряники, печенье, сухарики какие-то, да. Сейчас есть батончики такие, очень питательные, там очень много калорий, да, соответственно, вы съедаете один батончик, да, и в принципе сыты. Потому что, допустим, переносить сюда большую, большие вещи, хлеб там и тому подобное, там, мясо и молоко, это очень, занимает очень много места, поэтому всегда... И они низкоропортившие. Да, они... Консервы, макаронные изделия, да? Ну, макаронные изделия надо будет с тем-то готовить, да. Ну, допустим, если уже у вас будет тушенка лежать в этом, да, тушенка лежит очень много времени, то без проблем, да, вы можете приготовить, кушать на себя и на всю свою семью. Одежду, как я и говорил ранее, ну, в принципе, человек, каждый человек формирует тревожный чемоданчик сам лично для себя, да. Мы даем такие небольшие направления, которые, в принципе, нужны, и каждому человеку это надо, да. То, что вы пожелаете, соответственно, вы докладываете сами. И еще очень важный момент, касаемо воды, питьевой воды, всегда должна, всегда в чемоданчике должна лежать вода, в тревожном чемоданчике, да. В жаркое время суток, я понимаю, что 6 литров сюда не поместится, ну, это примерно 6-7 литров на человека, на одного. Это помимо того, чтобы попить, умыться и тому подобное, да. Ну, соответственно, вы сюда, конечно, 6 литров не положите, да, желательно хотя бы литр-полтора, чтобы вода в каждом тревожном чемоданчике лежала отдельно. Тревожный чемоданчик должен формироваться на каждого члена семьи. И хранить его можно под кроватью, в шкафу, в прихожей или в гараже. Там, где вы легко сможете его взять. Последние 100 лет крупных землетрясений в Алматы не наблюдалось, и память окончательно стерла воспоминания событий 1911 года, когда после сейсмической активности город Верны был практически разрушен. А тем временем Алматы, как и прежде, находится в самом эпицентре. Большинство людей, например, мыслят старыми парадигмами, да. Например, все говорят, чем больше мелких землетрясений, тем лучше разряжается и не будет большого. А все сейсмические теории говорят наоборот. Чем больше слабых землетрясений, тем больше вероятность возникновения семи. Если в былые времена землетрясения было невозможно определить, то за последний век наука в этой области значительно продвинулась вперед. Сегодня казахстанские ученые определили массу признаков, по которым можно спрогнозировать наступление землетрясения. Это сейсмологические, гидрохимические и геофизические, биологические направления. У нас в сейсмологической опытной методической экспедиции прогнозирование, вообще мониторинг ведется по всем возможным видам. То есть в первую очередь это, конечно, сейсмические методы. 95% информации это привносит сейсмика. То есть это отношение скоростей, собственное определение всех параметров землетрясений. Там всякие разные оценки. То есть это основное. Также еще у нас используются геофизические и гидрогеохимические методы. Гидрогеохимические, прежде всего гидрогеология. Это уровень воды в скважине или дебет. И еще есть даже биологические. Но, к сожалению, 63 имеющиеся станции на сегодняшний день сильно устарели. Требуется не только их модернизация, но и расширение сети. И тогда можно будет уверенно говорить о прогнозировании. Наша территория, она по возрасту, я же говорю, как забытый каравай. То есть она уже настолько высохла. И вот вы берете иголочку, вот внешнее напряжение вы делаете на Японию. Где ткнули, там все деформации. Там проткнули, там все деформации. И все, и никуда ничего не распространяется. Все, поэтому предвестников не будет нигде, кроме этой точки. В Казахстане вы иголочкой нажали, на другом конце каравая, если у вас есть там любой прибор, он зарегистрирует воздействие. Мгновенно причем. Поэтому по караваю все распространяется. И легко искать, например, месторождение. Алматинские ученые разработали уникальную карту, в которой рассчитали все параметры колебания грунта во время землетрясения. Оказалось, что в Алматы одно и то же землетрясение в разных районах будет нести разные последствия. Карта сейсмического микрорайнирования в первую очередь послужит ориентиром при строительстве. 10 баллов было в Турсибском районе. То есть у нас город от 8 до 10 баллов. В зависимости от рельефа, водонасыщенности и состава грунтов. Грунты у нас считаются в основном средними. То есть неплохими, нехорошими. Опасность у нас в горах или вот туда? Нет, напротив. Если вы, чем ближе вы к коренным породам, то есть вот к тем скалам, которые выходят, это называются коренные породы, они, да, они менее опасны. На них у вас будет только нормативная больность, допустим, 8-9. А там, где есть осадки, вот ниже Ташкентской и так далее, там, естественно, что водонасыщенность большая. И там автоматически 1 балл можно прибавлять. А сейчас мы отправились на центральную биологическую станцию, где ведется наблюдение за животными с целью прогнозирования сильных землетрясений. Здравствуйте. Здравствуйте. Ни для кого не секрет, что животные, в отличие от людей, обладают повышенной чувствительностью, а значит, более чутко реагируют на любые изменения природного характера. Наблюдения на сети станций из пяти расположенных вокруг города ведутся с 1995 года. А сколько у вас животных и за какими животными вы на данный момент наберете? Ну, у нас животные 10 видов содержатся на станции. змеи по одному, по одному, две особи, по одной-две. Попугайчики волнистые, стаи около 10 особей. Волнистые попугайчики, я уже сказал. Бентамские курочки, тоже групповая. Ящерки, гекконы по нескольку, до пяти особей. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит там. Все будет понятно и так. Заходите, пожалуйста. Здесь содержатся у нас животные, которые живут в лабораторных условиях. Это змеи, два вида. Ящурки. Это ящурки. Это сцинковый гекон. В велостационаре содержатся земноводные, млекопитающие, присмыкающие животные и птицы. Все разные чувствительности и манеры поведения. К примеру, в Японии у местных жителей нередко можно видеть золотых рыбок. Японцы давно заметили, что те начинают проявлять беспокойство и странно вести себя незадолго до землетрясения. У нас сейсмологи наблюдают за сомиками. Здесь у нас содержится подрастающее поголовье. Здесь рабочие сомики. Видите, он вдали, у задней стенки. Они крупные, вот такие, помещаются. Все вот под эти убежища. Ночью они гуляют, плавают свободно. А днем они в укрытии находятся. Поэтому, если резкая смена каких-то факторов на них действует, то меняется поведение. На этом основан основной принцип наших наблюдений. То есть, если они начали днем часто выходить? Да, выходить, начинают биться не в то время ночи. Они всегда активны. А вот если днем это, то это или погода, или биологические факторы. Наблюдение происходит круглые сутки. Если анализируется активность, прежде чем говорить о землетрясении, исключаются природные и биологические факторы. Также активных животных фиксируют специальные датчики. Здесь у нас находится восточный удавчик. Я упоминал про приборы. У нас стояли приборы, которые измеряли, вернее, фиксировали перемещение животного в течение суток. Автоматический прибор. При прохождении через датчики прибор показывает, вот сработал датчик номер 3, который у нас пронуировал. И происходит круглосуточная фиксация полного перемещения животного. Он прошел, и там единичка зафиксировалась. Ученые уверены, что животные способны предчувствовать сильные, опасные для жизни землетрясения. К примеру, в Китае накануне землетрясения ученые заметили, что змеи выползли из своих нор и замерзли на снегу. Было принято решение эвакуировать город. И в самом деле, через некоторое время произошло разрушительное землетрясение. Тысячи людей уцелели. Но это одна из сторон, это только активность. А некоторые формы поведения, как-то он пытается выбраться, есть такие элементы в поведении. Или беспокойно ведет себя. За волнистыми попугайчиками наблюдение ведется в стае. У нескольких особей обязательно будет высокая чувствительность, и ее поведение передастся остальным. У попугаев оценивается активность и появление высокочастотных криков. Были бы когда-нибудь такие случаи, которые сказали, что в других странах, может быть, животные спасали везде жизни? Ну, во-первых, при описании наших сильных землетрясений, Вернинского, Киминского, отмечались изменения в поведении домашних животных. Они начинали паниковать, ревели, ревели быки, коровы. Собаки вели себя беспокойно. Это общеизвестный факт сейчас. Сейсмологи раньше относились к этому скептически. Но сейчас уже база материалов такая подобралась. Старые источники все раскопали, какие можно. И практически, и спитахское землетрясение сопровождалось предвестниками биологическими и многие другие. В биостационаре также ведется наблюдение за курами и кроликами. Куры выбраны бентамские, так как они ближе к диким курям. А значит, еще не растеряли своих инстинктов. Какие могут быть признаки? Ну, опять же говорю, что таких явных проверочных фактов у нас не было. А так, ну, они могут, по литературным данным, могут пытаться вырваться из помещения. То есть так они обычно живут. Это их совершенно не угнетает, что они не на воле, а там. Когда их выпускают, они гуляют по территории, клюют то, что им хочется. И вечером сами заходят из них. Однажды ученым удалось зафиксировать изменение голосовой активности у курей, которое и в самом деле сигнализировало о землетрясении. А в тот раз было как раз и петухи кричали, и куры кричали громче, чем обычно. И минуты 3-4. То есть довольно долго. Я посчитал, что это проявление какого-то необычного поведения. Ну, подтвердилось так. Но это все требует тщательного документального или даже отдельного исследования. К сожалению, сейчас биостационар нуждается в дополнительном финансировании для закупа современного оборудования. К примеру, нужны датчики для фиксации и преобразования всего спектра криков. Также датчики для фиксации физической активности животных. Новое направление. Оно позволяет оперативно все это делать. А то раньше фиксировалось журнал. Из журнала на бланк. Из бланка в компьютер. В общем, целая история. Мы хотим это дело упростить. Ну, на современном уровне. Сегодня вместе с тренером Михаилом, сотрудником Красного полумесяца, мы приехали в гости к Сабине, чтобы уже на месте рассказать ей, как вести себя во время землетрясения. Да, увидеть, соответственно, как обезопасить себя в квартире своей. Или в частном доме. Привет, Сабина. Здравствуйте. Ну, проводи нам экскурсию. Куда нам? Это моя комната. Здесь, там, в Родисовской и Залонос. Вот мы находимся в детской комнате. Михаил, на первый взгляд, здесь безопасно? На первый взгляд, здесь небезопасно, потому что стоит большой шкаф. На нем очень много вещей, игрушек, соответственно, висит большая люстра. И, соответственно, есть телевизор, декоративная плитка. Это первое, то, что будет падать во время крупных, сильных толчков. Соответственно, это может навредить здоровье человеку, да. Соответственно, в последующие действия человек уже не сможет выбраться из квартиры, да. И, соответственно, помочь своим близким. То есть могут травмировать, да? Да, совершенно верно. Если шкафы не прикручены к стенкам, да, соответственно, они будут падать самыми первыми, да. Что как раз-таки может перегородить выход из квартиры. Обычная детская спальня. Море игрушек, рабочий стол, кровать. Специалисты сразу отмечают опасные моменты и дают рекомендации по их устранению. Шкаф нужно будет прикрутить, желательно сверху, чтобы было не видно, допустим, металлических планок. К стене, да? Да, соответственно, крепится в четырех-трех местах, да. Желательно сначала поверху прикрутить, где-то треугольничками металлическими к стенке и к шкафу, да. Ну и, соответственно, прикрутить шкаф к полу, к полу или, опять же, внизу к стене, да. Игрушки, конечно, сильного вреда не принесут, да, но если они... На стекло, да, оно выдержит, соответственно, ну, окошко не разлетится. Во время землетрясения в этой комнате где лучше прятаться ребенку? Я думаю, что во время землетрясения лучше остаться на кровати, да, накрыться плотным одеялом, да, переждать толчки. Взять вот тревожный чемоданчик, соответственно, если ничто не перегождает выхода, да, то можно смело эвакуироваться из здания. Ну, убедиться, соответственно, в целостности лестницы. Если есть липт, то желательно им не пользоваться, потому что может быть оборот тросов и тому подобное. А вот люстру лучше поменять на более легкую? Да, люстру или поменять на более легкую, или немножко укрепить, да, дополнительными крюками, два-три крюка, в принципе, будут держать ее нормально. А вот ночник мы видим, ночник прямо над головой? Ночник, да, он над головой, он является опасным, в принципе, стенка, где находится голова, когда вы спите, да, желательно, чтобы она полностью была пустая, там, в принципе, никаких шкафов, ничего абсолютно не было. Потому что это первое, да, то, что навредить вам, соответственно, вы будете лежать, отдыхать, соответственно, это все упадет на вашу голову. На балконе ни в коем случае нельзя стоять, потому что он ничем не укреплен, да, это первое. Он может, да, совершенно верно, так же, как и лестница, да, он может просто упасть вниз. По правилам безопасности, если эвакуация занимает более 10 секунд, то лучше оставаться на месте и найти укрытие в здании. Это может быть дверной проем между несущими стенами, стол. Можно также лечь на кровать в позу эмбриона и укрыться одеялом. Лишь после окончания толчков можно выходить из дома. И это тоже следует делать правильнее. После того, как толчки наши закончились, да, мы можем покинуть квартиру, да, спускаться по лестнице обязательно надо спускаться спиной. Я покажу, как. Если же вдруг, просто если мы будем идти лицом вниз, да, как обычно ходим, да, если же будет какой-то обрыв, да, где-то будет трещина, и под вашим весом это может провалиться, да, поэтому мы спускаемся спиной вниз, упираясь одной рукой к стенке, несущей тыльной стороной ладони, а второй держась за перила, да. Почему тыльной? Потому что может быть повреждение стен, да, может торчать электрические провода, соответственно, если вы прикоснетесь к ним вот так вот, не заметя их, да, ваша рука сожмется. Если вы будете тыльной стороной ладони опираться, то вы можете без проблем ее убрать, да. Спускаемся обязательно спиной, да, может быть такое-то, что при вашем весе, да, при нагрузке может быть обвал под вами, да, и тем самым, если вы будете идти спиной, вы успеете схватиться, может быть, за оставшуюся лестницу, да, или за перила. Если мы будем спускаться вниз лицом, да, то просто по инерции мы упадем вместе с плитой обвалившись. Ну и, соответственно, так спускаемся до первого этажа. Спускаемся, соответственно, полностью аккуратно, да, не торопясь, никуда не торопясь, да, спускаемся вниз. Давайте все вместе, дружно. Желаю здоровья, спускайся, тренируемся. Выбежав на улицу, стоит выбрать безопасное место подальше от линии электропередач, деревьев и домов. Лучше с семьей заранее выбрать такое место возле дома и провести с детьми в игровой форме эвакуацию, чтобы в случае ЧП они могли сами туда прийти. После эвакуации из здания желательно найти открытую площадку, да, где-то возле дома, я думаю, где-то примерно возле спортплощадки. Более-менее она безопасна, хотя там и есть здание, большие деревья. Более-менее пусто, да, высокие деревья есть, но они немножко дальше расположены, да, и, в принципе, мы находимся далеко от зданий, да. Соответственно, после этого ожидаем всю свою семью, да, может быть, соседи, которые выйдут, да. Всегда желательно оказывать посильную помощь людям, которые пострадали во время толчкового, да, может быть, кому-то что-то принести, подать, допустим, кто-то не может выйти самостоятельно, да, ему обязательно помочь надо. Ну и после всего этого мы, конечно, следуем на точку, которую оговаривали ранее со своими родителями, со своими близкими, это, то бишь, ваша точка именно эвакуации. Опять же, открытая площадка или же какая-то парковка большая, пустая. Предупрежден, значит вооружен. Не пренебрегайте правилами безопасности. Также хотелось бы напомнить, что если вы оказались в сложной жизненной ситуации, вы всегда можете обратиться в нашу программу «Обо всем без купюр». Вместе мы можем многое. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА